Азербайджан 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 Я принял эту новость с радостью, с большим радостью. Почему? Кыргызстан для не только меня, для любого азербайджанца. Необыкновенная страна, необыкновенная республика бывшего Советского Союза. Нас объединяет очень много. И наши корни, и истории, и язык. Вот я помню, я даже с детства с особым интересом относился к братскому Кыргызстану. С юношества я постарался очень много читать. Я еще в юношество я читал манаса на русском языке. Тогда еще на азербайджанском языке не был переведен. Я очень много знал о Махмуде Кашхари с юношества. Вы знаете, Махмуд Кашхари, он автор словаря всех литературных языков всего туркского мира, всех туркских народов. Кыргызстан и Азербайджан – братские народы. И нас связывают глубокие исторические и культурные корни, говорит господин посол. Дипломат рассказал, что во время своего официального визита в Кыргызстан в 1995 году президент Гидар Алиев отметил, что Кыргызстан и Азербайджан понимают друг друга сердцами. И во время выступления на юбилее тысячелетия посол Манас Гидар Алиев сказал, что Манас отразил в себе волю, героизм кыргызского народа. Он – гордость кыргызов. Им также гордятся и азербайджанцы. Господин посол, вы сказали, что между нашими народами много общего. Но что бы вы могли отметить особенно? Вот когда я читаю ваши газеты, вот, Кыргызстасу, ну, когда я читаю, почти очень много понимаю, очень много. А в разговоре, может быть, я, ну, кое-что не понимаю и так далее. Вот уже три года я работаю здесь, уже поближе знаю кыргызский народ, Братский Кыргызстан. Я больше люблю Кыргызстан, больше люблю кыргызский народ, больше люблю кыргызскую природу, больше люблю кыргызские горы, кыргызские реки, чем три года тому назад. Очень приятно слышать. Хотелось бы выразить благодарность Азербайджану за оказание помощи пострадавшим от землетрясения на юге страны, который произошел в прошлом году. Гуманитарная помощь почти в миллион долларов. Это была очень существенная помощь. Благодарю вам, что вы заметили эту помощь. Эта помощь была организована и послан по поручению господина президента Ильхама Алиева. Это его инициатива, это его решение. И, как уже сказали, это был большой помощь в объеме миллиона долларов. Там были разные, начиная от питания, от палатки, стройматериалов и так далее. 22-24 машины, очень большие машины. И, кстати, это была первая помощь из-за границы. Да, из-за границы. Первая помощь оказал Азербайджан. И это тоже говорит о том, что Азербайджан всегда рядом с братским Кыргызстаном. В 2014 году вы отметили свой юбилей. И в честь этой даты вас поздравил президент нашей страны Алмазбек Атамбаев. Такая практика произошла впервые, когда глава государства поздравляет посла. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли такое внимание главы государства? Я был в восторге. Я благодарю господину президенту Атамбаеву. Я тогда ему направил письмо. Но, конечно, это письмо не было напечатано в прессе. Я сейчас использую эту возможность с вашим каналом. Я благодарю господину президенту. И когда мне говорили в президентском аппарате, как уже вы сказали, это первая практика. До этого такого не было. Я в двухкратном раз был в восторге. В эти же дни господин президент Илхам Алиев наградил меня с дипломом президента Азербайджанской республики. Это высокая награда у нас в стране. Ну, жаль, что 70, не 50. Но благодарю оба главам нашего государства мне очень сложно говорить по этому тему. О себе и так далее мне говорить немножко трудно. В Кыргызстане, можно сказать, очень большая азербайджанская диаспора. Она насчитывает больше 20 тысяч человек. Скажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете с этой диаспорой? Какая работа ведется? Ну, во-первых, я хотел бы в двух словах говорить о истории нашего диаспора в Кыргызстане. Тогда было выселено больше 100 тысяч наших соотечественников в Казахстан, в Центральную Азию и Сибирь. Но знаете, вина, в кавычках, в чем состоялась, в чем была их наявольная вина? Они просто были образованные люди. Они были хорошие специалисты своего дела. Они были из семьи интеллигенции. Они были врачи, педагоги, общественные диетели. У них было свое соображение. Они мыслили самостоятельно и так далее. То есть это были передовые люди? Это были передовые люди, но тогда не высылали ни одного пастуха, ни одного там садовета. По числу репрессированных на тысячу человек населения Азербайджан занимал первое место среди республик бывшего СССР. Высланные азербайджанцы пережили душевные и моральные невзгоды лишения. Однако кыргский народ и другие народы Центральной Азии приняли их как родных, говорит посол. Сегодня азербайджанцы считают себя полноправными гражданами Кыргызстана. Я благодарен всему поколению Кыргызстана за эти последние 80 лет. Они поделили соль и хлеб с нашими соотечественниками. Вот сегодня среди них очень много. Они вообще очень активно работают в науке, в здравоохранении. И действует крупная организация Азербайджанцы, которая объединяет всех наших соотечественников. И эта организация выходит в ассамблею народа Кыргызстана. Они совместно делают очень много. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Братский Кыргызстан ведет очень правильную, очень нужную и очень важную национальную политику. Конечно, любой народ, представитель определенной нации, он, конечно, мечтает, думает вернуться на свою историческую родину. И сегодня наверняка в азербайджанской диаспоре есть те, кто хотел бы вернуться на родину. Вы знаете, их мало. Я уже три года работаю здесь. Ни один наш соотечественник мне лично не обратился, что он хочет вернуться туда. Далее разговор мы продолжили в резиденции. Господин посол рассказал о своих книгах. Да, Гедоян Руджев – поэт, драматург, прозаик, публицист, автор более 30 произведений. Его книги переведены на более чем 20 языков мира. В свою очередь, господин посол перевел на азербайджанский язык пьесу Шекспира «Конец, дело, венец», роман Гарриэта Бичерстоу «Хижина дяди Тома», также произведения английских, исландских, русских и других авторов. Вот это мои последние томы, 10 томов. Это 8 томов. 8 томов – это оригинал. Ну, там поэзия, там проза, публицистка, ну и, конечно, и пьесы. Все началось с поэзии, с литературы. Посол учился в 9 классе, когда в литературном сборнике опубликовали его стихи. В ранней молодости он работал в газете. Далее был главным редактором газеты «Джашлык». Был директором драматического театра. 16 лет. Но литература всегда была со мной. Я всегда писал, говорит посол. Это двухтомник. Там и поэзия, английская поэзия 19 века, и исландская поэзия 19 века, из русской поэзии, из турецкой, туркской, турецкой поэзии. Из разных примеров, из мировой литературы. Но они не все. У меня очень много переводов. Но не все вошли туда. И мои оригиналы тоже очень много. Где-то около 15 томов. Но они тоже все не нашли, не вошли туда. Я эту переводу, я эту двухтомную, назвал «Озим Язмаг Стердым». Значит, я сам хотел бы написать. Это так называется. Вот «Озим Язмаг Стердым». Почему вы так назвали? Ну, знаете, у меня кредо был такой в отношении перевода. Это произведение «Хижина дяди Тома». Я сам хотел бы такое написать. Я сам хотел бы. Но до меня написали и прекрасно написали. Моя миссия заключается в том, что переводить на азербайджанский язык. И вот мои переводы из Шекспора, из английского поэзии 19 века. У меня была такая критерия. И я всегда остался верным этому критерию. Ну, я хотел бы переводить Евгения Олегина. Но знаете, сам Этвургун этого произведения так перевел, невозможно уже. Я хотел бы переводить его. Я хотел бы писать, если Пушкин, я видел, что его было распространен. А мы с тобойили в trolls. И Riverway. Но мне надо оставаться в том, что BILL. إنatore господвин, вышел это не до 8 лет. Какие 46, что вы вообще писали, о чем вы пишете? Я вообще писал то, что не могу не написать. Тема, которая очень волновала меня, беспокоила меня, я только начал написать в таком случае. Я описывал все мое время. И советский период, и развал Советского Союза, и после восстановления независимости, его проблемы. Ну, критики иногда говорят, что ваше произведение и новейшая история Азербайджана или Советского Союза. Но я когда написал эти книги, я об этом не думал. Ну, конечно, там мое отношение, мое соображение. А что значит литература для вас? Ну, литература для меня – это моя жизнь. Для меня лично. Вместе с моими родителями, с моей семьей, вместе литература – моя жизнь. Почему-то в последнее время очень мало читаю новых произведений. Не для того, что вот новые произведения на этих уровнях, на уровне ведущих, значит, авторов классику нет. Ну, сейчас тоже есть интересные романы, поэзия. Я не сказал бы, сейчас нет развития в литературе. Литература всегда в динамике, всегда в развитии. Но иногда чувствуется, а когда-то нет. Вот в 19-е век очень большие дети, очень большие литературные фигуры. Или начало первого половины 20-го века, или во второй половине 20-го века появился Ченгазайтматов. Ченгазайтматов – один из самых любимых моих писателей с детства, говорит Гидаяту Руджев. Я горд, что у братского кыргызского народа и у тюркского мира в целом был и есть такой художник-мыслитель. Гидаяту Руджев рассказывает, что познакомился с Айтматовым в начале 80-х годов в Ереване. Дипломат помнит и с особенной теплотой рассказывает о каждой встрече с писателем. Посол отметил, что азербайджанский народ, прежний и нынешний президент Азербайджана, чтили Айтматова. Гида Ралиев проводил в честь дня рождения великого писателя различные мероприятия. А в 2003 году, в день 75-летия Ченгазайтматова, Гида Ралиев в результате продолжительной болезни скончался. Как раз, чтобы отметить эту дату великого писателя, он распорядился о проведении торжества. Но в итоге пришлось отменить празднество. Предыдущие 50, 60, 70 и 80-летние юбилеи писателя отмечались в Азербайджане. Последний раз Ченгазайтматов посещал Баку в феврале 2008 года. Тогда уже Ильха Малиев наградил его орденом дружбы за укрепление взаимоотношений между двумя странами. Кстати, Ченгазайтматов стал первым, кто удостоился этой награды. Ведь это было первое распоряжение главы государства о данной награде. Ченгазайтматов, он не только представитель, он не только великий писатель, мыслитель, я бы сказал, современности кыргызского народа. Он великий мыслитель, писатель всего туркского мира, всего мусульманского мира. Классиков, которые я люблю, перечитаю. Перечитаю Ченгазайтматов. Ну, может, тут неожиданно для вас. Я иногда вообще в последнее время очень много перечитаю из себя. Своих произведений, которые написал многие-многие годы тому назад. А совсем недавно вышла эта книга, это сигналный экземпляр. Бурдан, это публицистка. Это такая объемная, большая книга. Здесь от моей руки такие мысли. Но жизни писателя очень сложно. Вот я хочу отсюда вам читать от моей руки, это отрывок строчки из книги, да, из этой публицистки. Это публицистка, но азербайджанская критика это называет роман. Истейдат, сахебиня, мэрумиряттельден, бэдбэхликтен, башка, хеченнагады. Талант своему владельцу не принес, не давал. Кроме несчастья, кроме страданий и кроме огречений ничего не давал. Значит, естественно, он умеет растить, бронеттель и защитно. не простили даже испугались от него ахы от рафбач ларан хамасы я орта бабла рда я давно начал вид вокруг таланта все они или средняки или ниже средняков меня избирали действительным членом академия академия айтаматова вот я вот там знаете мы можем туда пройти ну пожалуйста умение пусть не скромно не звучит у меня очень много типов очень много наград но там вы увидите только из наград айтматов академия с на академии болу пшай ланды вот это его памятник это мы не выручили во время вместо с дипломом как члена академии вечно здесь это всегда здесь не пиле съемки не до вас да но мы это заметили к моя моя супруга мы жалею что она с гриппом болеете могут чувствовать она моя супруга мой сын у меня трое детей мой старший сын очень жал я до сих пор успокоиться не могу он погиб в автокатастрофе девяносто девяносто четвертом году и извините девяносто шестом году девяносто четвертом году скончался моя мат и он мой сын очень любил свою бабушку поэтому я перепутил это была большая катастрофа большая травма для нашей семьи а дочка она закончила мой университет который я закончил я очень любил кстати мои дети трое они все закончили нашего государственного университета и она осталась осталась там она сейчас доктор наук профессор заведует кафедры азербайджанского фольклора известный она известная фольклоровед а вот здесь по-моему есть да и и фотография дочь дочь здесь наверное да 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 она никогда были здесь вот мой сын моя дочка саар но который она она заведует кафедрой моя внучка Денис, Денис. Денис поняли? Да, Денис. Это море, да, Денис? Да, она в этом году заканчивается среднюю школу и занимается поступлением. Это моя супруга, а это мой внук Юшель. Он учится в седьмом классе. К сожалению, к нам не смогла присоединиться супруга господина посла. Дело в том, что она приболела. И сын господина посла тоже в Бишкеке, но в данное время его нет дома. В следующий раз они тоже будут. В следующий раз они будут. Это наша первая, но не последняя встреча. Да, мы надеемся. Садитесь, пожалуйста. Вы тоже садитесь, а почему нет? Да, они могут присоединиться. В вашем вопроснике очень много вопросов о семье. Вы беспокойтесь, знаете, это очень важная сфера для каждого человека. Не только для посла, для журналиста, для всех людей, самых разных категорий. Семья – это самая маленькая страна, самое маленькое государство. Но я бы сказал, самое сильное государство. Все начинается со семьи. Если человек не любит свою семью, я сомневаюсь, он любит ли родину. Если человек не любит своих родителей, своих предков, своих детей, он как может любить родину? Я очень хотел бы в Азербайджане и в Кыргызстане Печат стала бы полноценной четвертой властью страны. Я очень хотел бы. Ну, конечно, Печат делит очень много, медиа делит очень много и в Азербайджане, и в Кыргызстане. А что нужно делать, чтобы она стала полноценной четвертой властью? Надо контроль общественности. Это не полностью государственное дело. Это общественное дело. Надо отношение общественности, надо критика общественности, надо мнение общественности, мнение видных людей, интеллигенции, крупных ученых, писателей и простых людей, потому что медиа для всех. Летом прошлого года Гидаят Уруджев посетил наш канал. Дипломат встретился с генеральным директором ПТРК Ильимом Харабековым. Он поделился, что глава телеканала оставила себе хорошее впечатление. Господин посол подчеркнул, что канал на подъеме. Кстати, дипломат в прошлом работал и на телевидении. Вот так. Я сегодня много говорил. Я никогда столько не говорил. Ну, почти 23 с половиной часа, да? У нас очень интересная беседа. Да, очень интересно. А кто будет монтажировать? А монтажировать будут вот эти ребята, которые сегодня снимают. Ну, уже зависит от вас. Я говорил от души, очень искренне. Я говорил так, как я думаю. Не как дипломат. Дипломаты скрывают. Дипломаты говорят как будто все, но ничего не говорят. И большие политики тоже так, кстати. Вы тоже посидите, чай попейте. Я тоже когда-то монтажировал. Я вам говорил, я вывел передачу. Да. Но тогда было страшно. К каждому слову относились очень внимательно, мягко говоря. К каждому слову. Это была большая передача, полтора часа. То есть, так сказать, тонкостями телевидения знакомы изнутри. Да, я знаком с телевидением, и с газетами, и с редакцией газеты, и с издательствами. Я 9 лет был, почти 9 лет был. Я главным редактором издательства «Дженшлин». Ну, сейчас, знаете, сейчас просто надо беречь свободу, беречь, уважать. Господин посол, огромное спасибо вам, что нашли время. И такую прекрасную беседу мы с вами провели. Вы нам рассказали очень много интересного. Ну, мы надеемся, что мы встретимся еще. До новых встреч. Спасибо вам. Я благодарю вам, вашему прекрасному коллективу и вашему руководству. Да. И я хотела бы вас попросить, у меня есть ваши книги, я бы хотела попросить у вас автограф. Пожалуйста. Я мог бы пойти к вам. Нет, я к вам подойду. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. На добрый помет прекрасному коллективу КТРК. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам большое. На этом наша передача подошла к концу. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»